Хлеб на каждый день Таким образом ваши сердца открылись для принятия Божьего послания, потому что когда-то вы свое сердце открыли для Бога. И я благодарна Богу за то, что мы можем многих не знать, но у нас есть связующее звено, очень мощное и сильное. Это Божье Слово, это Его Дух и это Его Семья, в которую Он нас пригласил. Может быть далеко не все, кто сегодня нас смотрит уже в этой семье, но я хочу сказать, поторопись. Поторопись войти в семью Божью, потому что это то, для чего нам время отпущено на земле. С одной стороны войти в эту семью, а с другой стороны уже в данной семье принести плод. И поэтому, пока ты еще не там, то плод, он не будет пребывать с Богом. И даже все твои достижения, которые есть сегодня, это всего лишь достижения кузнечика, который выпрыгнул из травы, и ему кажется, он весь мир видел. Поэтому, друзья, наши достижения, которые измеряются в этом мире, они очень мелко измеряются, по своей шкале, по своим достижениям. Но с Богом это совсем другая картина. Потому что тогда, когда ты встраиваешься в Его сюжет, тогда ты выполняешь Его предназначение для не только своей жизни, а для тех, кого Он вписал в этот сюжет. И поэтому наш уровень удивления на небесах будет весьма высок, когда мы увидим, как Бог это сделал, как Он сплел и соединил судьбы, как Он повлиял на кого через то, что Он дал тебе или мне носить внутри себя откровения, понимать то, что делает Бог, и поделиться этим. Всего лишь поделиться, а дальше делает Он свою работу с каждым сердцем, с судьбой, с семьями человеческими и даже с государствами. Потому что поднимаются ходатай, поднимаются молящиеся, встают в этот пролом и делают дело, которое сегодня для них стало делом жизни. И я благодарна Богу, потому что Он именно этим занимается. И на страницах Священного Писания оставлены примеры образа жизни и царей, и людей при царе. И вот то, что делал сейчас Соломон, и мы рассматриваем его судьбу, мы также удивляемся тому, какой порядок был. Хотя мы, конечно, видим это отчасти, не так, как царица Савская пришла и увидела, и была восхищена. А здесь мы видим пока еще просто из некоторой статистики, сухой статистики, то, что происходит в жизни Соломона. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. Помните, мы говорили о том, что каждое колено взяли на себя отдельный месяц и доставляли очень большое количество пропитания, всякой провизии, всего, что нужно царю на месяц. На месяц его употребления, и мы там говорили как раз о том, что большое количество пищи съедалось не самим Соломоном, а те люди, которые служили при царе, служили при его дворце, служили в его армии, служили как священники. Их надо было всех обеспечить. Посмотрите, друзья, щедрость, она складывается из того, чтобы видеть, как люди, живущие вокруг тебя, в чем нуждаются. И Соломон не просто поднимался на костях других людей, а он строил царство с учетом тех нужд, которые есть у людей. И сила государственности в заботе о людях. И если мудрость пришла на Соломона, она пришла, то, конечно, забота об этих людях, она будет очевидна. Несмотря на то, что и люди приносили то, что нужно царю в свой месяц. Раз в году, но большой объем. Поэтому, с одной стороны, мы можем говорить, как устраивается государственность сегодня. Но, с другой стороны, все было так распределено по возможности, по ресурсам, что оно не было в тягость людям. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сегодня попросить о правителях в тех странах, где мы живем. Благослови заботой о людях, каждого правителя, способностью увидеть не глазами сегодняшних ситуаций, бунтов или каких-то претензий, а посмотреть твоими глазами, как ты когда-то дал эту способность Соломону. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, потому что Ты дал нам право молиться за начальствующих, молиться за правителей. И мы делаем это, потому что у нас есть возможность идти в самое небо, идти и там говорить с Тобою о том, что сегодня нас волнует. Поэтому прости, Боже, за то, что есть много негатива, сказанного в адрес царей. Но я сейчас прошу у Тебя милости, открывай глаза и уши и вложи благородство в сердце каждого правителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»